Всем привет! Меня зовут Таша и вы на канале вкусный уголок. Сегодня я раздобыла карасей и решила, что приготовлю из них рыбные консервы. У меня было чуть больше 6 килограмм. Все рыбки я уже хорошо почистила, удалила внутренности, обрезала все жабры. И вот в таком готовом чищенном виде у меня здесь 3 килограмма 600 грамм. Теперь каждую рыбку я разрежу на части. Маленькие я поделю на 3 части, а такие чуть побольше, то на 4-5. Вот посмотрите, примерно вот такие кусочки должны получаться. Затем сюда в порезанную рыбу я добавляю упаковку готовой приправы для рыбы и перемешиваю. Теперь берем удобные для вас банки. Я буду использовать пол-литровые. И в каждую банку мы всыпаем вот так вот пол чайной ложки соли без горки. И затем уже наполняем рыбой как можно плотнее. Обратите внимание, что банки до самого верха я не наполняла. Еще осталось место примерно на сантиметр-полтора. Теперь сверху я добавляю еще по пол чайной ложки соли и растительное масло без запаха. В каждую банку по 2 столовые ложки. Все, в этот раз я больше ничего добавлять не буду, потому что у меня была готовая приправа для рыбы. Вы же по желанию можете добавить перец горошком, либо лавровый лист. Это уже как любите. Теперь каждую банку плотно закрываем крышкой. Конечно, без фанатизма, но закрываем хорошо. И сразу хочу заметить, что такой способ приготовления подходит только для винтовых банок. Теперь берем какую-нибудь глубокую кастрюлю, кладем кусочек ткани на дно и выкладываем в нее банки. После этого заливаем обычной холодной водой. Банки должны быть у вас полностью покрыты. И теперь ставим на огонь и доводим до кипения. Ну и когда вы заметили, что у вас все хорошенько закипело, делаем маленький огонь, чтобы кипело потихоньку. И варим 6 часов, для того, чтобы все косточки стали мягкие. Вода будет выкипать, поэтому следите и добавляйте кипяток. После приготовления нужно оставить остывать банки прямо в воде. Ну а затем обязательно проверить крышки, чтобы они хорошенько всосались. Это очень важно. Также хочу заметить, что вода в середину банки не попадает. Крышки устроены таким образом, что они сбрасывают лишнее давление. И иногда с этим давлением из банки может выходить масло, но в середину вода не попадает. Вот посмотрите, какая получается баночка. И сейчас я уже тут открыла и хочу вам показать, какие получаются консервы. Вот видите, рыбка получается целыми кусочками и все косточки получаются мягкие. Из такой рыбы можно приготовить и салат, и суп сварить, и подать с каким-нибудь гарниром. Попробуйте сделать и вы. Ну и конечно же, если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!